Большое сердце, открытая душа и готовность помогать в любую минуту. По словам семиклассника Егора Вырыпаева, этими качествами должен обладать каждый житель нашей страны. Особенно сейчас, когда российским военным необходимо тепло, забота, внимание и поддержка. Гуманитарную помощь Егор собирал вместе со своими одноклассниками, воспитанниками кадетского корпуса, педагогами и родителями. Если есть возможность протянуть руку помощи, отмечает мальчик, делать это нужно не задумываясь. Они освобождают не только Россию, они освобождают весь мир от нацизма. Это мы очень прекрасно понимаем. И поэтому мы собрали гуманитарную помощь, родители собрали деньги, мы отправляем письма. Специально завернули треугольничком, как в годы Великой Отечественной войны. 600 наборов общим весом 5,5 тонн в самое ближайшее время доставят в Первомайск, Кировск, Луганск и другие населенные пункты. Сбор гуманитарной помощи прошел при поддержке депутата Госдумы Александра Хинштейна, Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий, учеников самарских школ, кадетского училища, фермеров и общественников. Люди собирали продукты, товары первой необходимости, самарские фермеры передали в зону СВО около 300 литров растительного масла. Всех нас объединяет одно – это неравнодушие к тем, кому сегодня труднее, чем нам, к тем, кто сегодня находится в очень сложной и непростой ситуации, но продолжает держать строй. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в подготовке этого гуманитарного груза в его сборе. Отдельного внимания заслужила разработка студентов колледжа сервиса производственного оборудования. Совместно с группой мастеров они спроектировали печь для обогрева, вначале сделали пробные 10 штук. Мы сделали ее компактной, чтобы была горячая вода, бачок на 20 литров, дальше сделали конфорку для приготовления пищи и сделали две боковых сушилки для того, чтобы посушить носки, перчатки, вот таких вот полевых условий. Сейчас в колледже готовы выполнять массовые заказы на изготовление печей. Кроме того, студенты и сотрудники уже приступили к изготовлению специальных носилок, которые будут предназначены не только для раненых бойцов. Сделать их хотят максимально удобными и мобильными для транспортировки грузов. Гуманитарный груз, отправленный сегодня самарскими речниками и жителями Куйбышевского района, стал уже вторым в этом году. Первый на Донбасс направили в январе. Он был доставлен в Первомайск, Кировск, Луганск и другие населенные пункты. Ольга Павлова, Игорь Казановский. События.